Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Ну что, пора нам взяться за Вильяма нашего Шекспира. Кажется, что Excel существует столько же, сколько существует мир. И все про него все знают. Но возможно все-таки не все и не все. Вообще Excel, конечно, вызывает большое уважение. Потому что это база данных и математика. Я очень люблю Airtable. Потому что это тоже база данных и математика. Я постепенно переношу сюда всю свою жизнь. Но Airtable это что называется прикладная база данных. Визуализированная. А Excel это чистая математика. Только цифры. Изучить его досконально по-моему невозможно. Но я придумаю какую-нибудь прикладную задачу уже в следующем скринкасте. Что-то связанное с деятельностью организации. И попробую ее решить. А сегодня о магии Excel. А она тут есть. В отличие от базового урока по Word. Здесь я не буду говорить о форматировании вообще. Как что равнять и так далее. Сразу к цифрам. Единственное, что скажу. Вот так выделяется строка. Так столбец. И так вся таблица. Итак. Для того, чтобы что-то показать, нам нужен массив данных. Можно его создать таким образом. 1A. Это у нас столбец в формате data. Я в этой таблице уже что-то делал. И Excel запомнил форматирование. Про формат я расскажу обязательно. Это важно. Но пока создадим массив. Можно сделать так. 1, 2, 3 и так далее. Но если бы нужно было делать так, никакой магии в Excel бы не было. А она тут есть. Мы берем за угол ячейки. Форма курсора меняется на крестик и растягиваем выделение. И хитрый Excel копирует нашу ячейку в выделенный сегмент. Хорошо. Но какой же это массив? Глупость это какая-то, а не массив. Поэтому вот здесь в выпадающем меню мы меняем копировать на заполнить. Получается простейшая функция А плюс 1. Более того, если мы поставим тут 1, 2 и просто скопируем их в сегмент, то хитрый Excel поймет, что от него хотят и сразу создаст массив А плюс 1. А если нам на самом деле нужно их было просто скопировать, то надо изменить формат вставки обратно на копировать ячейки. Более того, если мы проставим только четные числа, то при заполнении он поймет, вот как он это все понимает непонятно, что нам нужен массив четных чисел и вставит их по формуле А плюс 2. Можете над ним поиздеваться на досуге и попробовать скопировать какие-то бессистемные последовательности. Но поверьте, он вас перехитрит. Точнее он будет действовать прямолинейно. Сначала попробуйте придумать систему, по которой вы бы его выстроили, а потом посмотрите, по какой системе он их будет выстраивать. Я почти уверен, что вы улыбнетесь. Например, придумайте систему для 1, 2, 5. А я все-таки скажу два слова про инструменты, облегчающие работу, а потом вернемся к цифрам. К магии. Если выделить сегмент и подвести курсор к краю сегмента, то он тоже поменяет вид и если перетянуть его куда-то, то мы сделаем Ctrl X, Ctrl V. Перенесем данные. Если мы сделаем то же самое с зажатой клавишей Ctrl, то мы скопируем данные. Но хватит об этом. Сейчас вы станете свидетелями чуда. Создаем таблицу умножения. Вот у нас цифры по горизонтали. Надо было две ячейки копировать. Это лишнее, соответственно сегменты можно сокращать. И по вертикали. А вот 10. Классическая таблица, где нам нужно перемножить горизонтальные на вертикальные цифры. И тут в дело вступают формулы. Выбираем ячейку, в которую хотим вставить формулу и просто ставим знак равно. Не обязательно сюда, можно в ячейки проставлять, просто тут всегда отображаются данные ячейки. Далее нам нужно вот эту ячейку. Можно написать самому, можно кликнуть по ней. У каждой ячейки есть индекс. C по горизонтали, 4 по вертикали. То есть нам нужно ячейку C4 умножить, умножение звездочки, сложение плюс и так далее. В общем 4 классических знака. Умножить на D3. Дальше надо обязательно нажать интер. Потому что пока вы не нажали, он будет вставлять индексы ячеек, куда бы вы не кликнули. Поэтому еще раз D3, интер. Все. Формула есть. На первой ячейке она у нас работает. Давайте попробуем скопировать формулу на другие ячейки. Скопировали, вставили и получили какую-то тарабарщину. Как так? Проще всего понять, что пошло не так, если посмотреть формулу. Тут у нас вроде все нормально, а тут что-то не то. Смотрим формулу и понимаем, что он, а он же умный, создал массив и по X и по Y. Сразу скажу, что решается это достаточно просто, но уже в следующем скринкасте. Поверьте, если вы поймете, что он сделал сейчас и посмотрите следующий скринкаст, то есть узнаете, как это все решается. На 30 процентов Excel для вас станет открытой книгой. Конечно, тут очень много всего, но вы поймете суть программы. No Min. Несмотря на наличие дизлайков, которые я боюсь появятся, буду продолжать. Сделаю еще пару, а может даже тройку скринкастов и закрою тему. Написал вчера стихотворение о любви. Тема закрыта. Все, любите друг друга. На самом деле тема неисчерпаемая. Любовь это не то, что вам кажется, как впрочем и совы. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий.